Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта Заметки Электрика. Сегодня я собирал щит распределительный учета наружной установки на 24 модуля от компании КФ. Так, в общем, хотел бы рассказать немножко о компоновке щита, ну и заодно рассмотреть схему подключения ОМ-ограничителя мощности ОМ-310. Так как мне на почту по поводу подключения данного ограничителя приходит очень много вопросов. Видео про однофазный ограничитель мощности ОМ-110 у меня уже имеется на сайте. Вот теперь будут дополнения в виде ограничителя ОМ-310. Итак, поехали. Хотел бы сказать, что данная схема подключения ограничителя мощности ОМ-310 является самой простой, самой примитивной. Превысили мощность, отключился контактор и обесточил всю нагрузку. Но у данного ограничителя мощности очень большой функционал, то есть можно подключить к нему постоянную нагрузку, плюс подключить еще две неприоритетные нагрузки через отключаемые контактора. Схема будет немножко сложнее, тут будет задействована еще одна пара контактов, плюс программирование на определенной мощности. Также к данному ограничителю мощности можно подключить компьютер. Там устанавливается очень информативная программа. И через компьютер снимать данные непосредственно в реальном времени о мощностях, о уровне напряжения и так далее, и так далее. Итак, вводной автомат у нас установлен трехполюсный на 25 А, то есть выделяемая мощность у нас 15 кВт. Далее три фазных проводника, ну то есть вот сюда будет подключаться вводной СИП, три фазы и на нулевую шину. Итак, с вводного автомата три полюса, три фазы А, Б, С проходят через встроенные трансформаторы тока ограничителя мощности. Вот фаза А, фаза Б, фаза С. Далее отсюда фаза А приходит на первую клемму счетчика, счетчик прямого включения СТ-561 на 50 А. Так, фаза А приходит на четвертую клемму счетчика, и фаза С приходит на седьмую клемму счетчика. Далее, со счетчика фаза А уходит на модульный контактор 40 А, трехполюсный. Так, то есть с клеммы 3 фаза А с клеммы 3 уходит на контактор, дальше с клеммы 6 фаза Б уходит на второй полюс контактора, и с фазы А с клеммы 9 уходит на третий полюс модульного контактора. Ну и естественно, схему подключения счетчика прямого включения я вам уже рассказывал на сайте. Ну, в принципе, вот осталось только лишь на него еще завести ноль с нулевой шины. Вот отсюда. Ну, в принципе, и все. Далее здесь еще, согласно тех условий, предполагается установка ограничителя перенапряжения или УЗИП, устройство защиты от импульсов перенапряжений. Здесь стоит четырехполюсный УЗИП УПС-1С, то есть с него, с контактора на него я взял еще, завел три фазы А, Б, С и с нулевой шиной завел Н. Ну и пятый выход с УЗИПа это на заземление, то есть вывод на заземление. Пока шины заземления у меня в щитке нет, щиток буду ставить не я, поэтому договорились, пока без шины заземления. Вот, пока я здесь вот оставил вот такой запасик небольшой, потом при подключении его подключат к существующей, вернее к установленной шине ПЕ. Пока пусть так. На нижние зажимы контактора уже будет подключаться нагрузка. Например, частный дом в данном случае. То есть сюда будет подключаться кабель, который пойдет в одной щиток частного дома. Так, с этим все. Это силовая часть. Это все, что касается силовой части. Далее. Переходим непосредственно к подключению ОМ-ограничителя мощности ОМ-310. Итак, для контроля трехфазного напряжения на ограничитель мощности на клеммы 27, 28, 30, 31 необходимо завести, соответственно, три фазы и ноль. Ну, тут для отличия, то есть силовые цепи я выполнил монтажом шестеркой белого цвета, а цепи управления и цепи контроля напряжения выполнил коричневым проводом сечением четыре квадрата. Так, в общем, А, Б, С, три фазы и ноль я завел на клеммы 27, 28, 30, 31. А взял я их от УЗИПа А, Б, С, А, ноль завел с нулевой шинки, вот он, третий. Далее установил для цепи управления катушкой-контактором. Я установил однополюсный автомат на 6 А, запитал его с фазы С, вот перемычка. С автомата фаза подается на переключающий контакт клеммы 5, а с клеммы 5 уходит на катушку модульного контактора клемма 2. Ну и осталось нам завязать второй кончик катушки, подключить второй кончик катушки, соответственно, на нулевую шинку. Все. Ничего сложного здесь, в принципе, нет. Теперь проверим, как работает ограничитель мощности, соответственно, настроив его на необходимые уставки согласно тех условий. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...